так вот на ремонте у нас сегодня вот такой вот триммер евротек причина обращения не заводится что мы видим мы видим что человек уже сам влазил в карбюратор что пружинки где дополнительные ставил соответственно карбюратор придется скрывать и проверять правильно ли он собран внутри помимо этого что мы можем сделать при первичном таком осмотре мы шевелим карбюратор и видим что там все у нас шевелится надо разбирать смотреть прокладки все ли они в порядке вот к тому же ручка курок не работает ручку надо разобрать перебрать скорее всего человек сам что тут собрал неправильно вот ну собственно говоря сейчас мы этим как раз таки и займемся фильтр я снял снимаем карбюратор смотрим здесь прокладки совсем нету отсутствует в принципе такое конечно может быть но мы поставим эту прокладку к тому же вот этими шпильками когда тянули вытянули вот эти вот гайки то что карбюратор теперь сильно не будет притягиваться теплоизолятор под замену его уже не восстановить также он тоже видим откручен соответственно мы его должны вскрыть посмотреть под ним прокладку скорее всего это уже уже крышка стала так был бы нормальный но так как вытянуты они уже карбюратор просто не держит вот смотрим сюда ну в принципе прокладочка еще живая на живая пойдет не будем мы ее менять вот сейчас мы разберем карбюратор что тут человек она перебирал мы не знаем карбюратор сзади подержится на четырех винтах мы снимаем в принципе здесь все нормально все чистенько сетка чистая мембранка целую в отличном состоянии просто когда я работаю с карбюраторами у меня всегда вот такая вот ванночка с бензином под рукой я стараюсь как бы все это туда кидать чтобы она обмывалась от всякого масла грязи ненужной вот и потом мы уже снимаем все это дело смотрим смотрим что иголочка у нас работает нормально про карбюратор у меня на канале будет отдельное видео здесь я не буду особо на эту тему сейчас останавливаться просто смотрим данный карбюратор смотрим что с ним сейчас у нас все в порядке собираем все это на место вот для начала вот таких вот действий с карбюратором вполне достаточно чтобы попробовать завести мы видим что игла у нас внутри не запала не залипла все у нас там чисто сеточки все чистые мембраны все рабочие не порваны и не засохшие вот после этого можно собрать карбюратор установить и уже пробовать заводить инструмент вот если же конечно что-то пойдет не так то мы уже будем проводить дальнейшие работы чтобы не тратить данное время сейчас на полную разборку карбюратора его продувку промывку в ванне мы сперва такие действия проведем потому что может быть карбюратор в порядке для чего стоял вот эта пружинка я вообще не понимаю карбюратор работает мы ее ставить конечно же не будем сейчас посмотрим фильтр достаем крючком вот таким вот наш фильтр смотрим принципе видно что это нормально не будем больше ничего возиться вот видите какой должен быть теплоизолятор а а этот какой вот меняем ну 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 подтягиваем ну покопался у меня не оказалось закончили здесь уже прокладки вот сюда оригинальные вот у меня есть вот такая вот универсальная прокладочка которая подходит на большинство карбюраторов но прокладку между теплоизолятором и карбюратором лучше все таки поставить поэтому мы поставим универсальную прокладку вот корпус фильтра устанавливаем со шпильками не перепутываем не перепутываем он должен быть заслоночка если это дан такого типа коса она должна быть с этой стороны не вот так вот и прикручиваем вот вот и вот так этот мет FLUSAA сейчас мы подтянем сильно подтягивать не надо так вот прилично подтянули достаточно иначе получится точно так же как вот здесь вытянем вот эти вот гайки подтянули все хорош устанавливаем назад пробку и надеваем шланги черный у нас с фильтром поэтому одеваем его на дальнюю на дальний патрубок вот а это обратка одеваем его сюда теперь шланги чуть-чуть выравниваем чтобы они у нас там нормально сидели чтобы не было никаких перегибов и тому подобных вещей видите все ровненько аккуратно вот но как мы помним у нас еще была проблема с ручкой управления ручкой не работает вот сейчас мы этим и займемся сейчас мы разберем и соберем вот такую вот ручку управления стримера евротек ну и ему подобных так сказать его рода вот я уже выкрутил все болты чтобы сэкономить время сейчас мы разберем ручку пружинку из нее вытащим все это по вытащим большой тоже курок ручка у нас разобранном виде теперь собираем берем большой курок и пружину большую вот здесь есть для нее специально такой вот отверстие туда вставляем край и одеваем пружину и курок на вот этот направляющий одеваем но не до конца прижимаем вот у нас теперь курок как бы не работает но одет пружина тоже одета теперь нам надо вот эту пружину вот сюда вот завести вот таким макаром и надавливаем курок он у нас становится на место вот теперь переходим ко второй половине ручки красный блокиратор маленький отставляем выступом вот этим наверх видите наверх пружинку вторую вспомогательную острыми к верху держим и опускаем ее вот сюда на направляющую вот так у нас получается теперь берем вот этот вот блокиратор второй курочек и вот так вот его вставляем вот видите у нас пока он ни на чем не держится просто вставляем его и все и немножечко так заводим все вот у нас работает этот узел теперь это все собираем и придерживаем немножко чтобы он не развалился при сборке собрано работает часть курок блокируется как положено кнопка функционер скручиваем винтик и все и пробуем идем заводить наш триммер и так вот он наш триммер на котором мы поменяли теплоизолятор вот он поменяли прокладку между карбюратором и теплоизолятором вот и произвели настройку небольшую а также для отремонтировали ручку как помнить она была у нас нерабочем состоянии теперь у нас все работает пробуем наводить струнят в отличном состоянии вы вы Продолжение следует...